Динамо Глорию Там пройдет квалификационная регата на Олимпиаду в Париж. 19 мая наш экипаж стартует в двойке парной. Дубоссарская теннисистка Александра Кирякова завершила свое выступление в групповом этапе квалификации на Олимпиаду в Боснии. Она уступила в трех матчах спортсменкам из Чехии, Италии и Нидерландов. Дубоссарская теннисистка Александра Кирякова Накануне завершилось первенство Приднестровья по мини-баскетболу. Участники команды девочек до 12 лет из Дубоссар, Слободзеи, Суклеи и Коротного за медали девчонки боролись два дня. В итоге золото забрало команду Дубоссар, серебро ушло Суклеи, а бронза Коротному. Вообще-то баскетбол тяжелая игра, грубая игра и многие не хотят, но я стараюсь вложить много силы. Я сама не знаю, как получается, но получается. У меня, наверное, сколько групп прошло через мой труд, и это много. Вообще, это, наверное, последняя группа у меня, и все, я на пенсии. Шериф готовится к последней игре сезона в Суперлиге Молдавии. Завтра «Желто-Черный» сыграет против «Бельц» на малой арене в 20.00. Юрий Гура попробует одержать свою первую победу в статусе главного тренера Шерифа. Наша команда бьется за второе место с Зимру. Кишиневские зубры впереди на два очка. Если Шериф свой матч выиграет, а Зимру проиграет Петрокубу, тогда серебро Суперлиги уедет в Тирасполь. Кубок Молдавии по парусному спорту прошел в Кишиневе. Там для яхтсменов из Днестровского клуба «Форде Винт» был дебют в гонке в классе «Вижн», и он оказался удачным. Капитан лодки Евгений Швец и его сын Александр Швец в ранге матроса сумели взять бронзовые медали. Продолжение следует... Продолжение следует...